Всем привет! С вами Палка Палыч и мы записываем игру группового турнира, да в принципе турнира по Акмау Старс. Это мини-турнир, который проходит в один круг. Всего 4 участника. Но какие участники? Представьте себе. Это Мэмори, это баскетбольный клуб Мафия, это Блэйд, это Палка Палыч. Это все люди, которые, в общем-то, отлично играют в эту игру. Соответственно, сейчас будет первая игра, всего будет 2 игры. Значит, после первой игры участники меняются хостами, то есть падами, то есть сторонами, как хотите, называйте. Давайте посмотрим, кто он на каком месте сейчас. Так, я немножечко пропустил. Так, Мэмори игрок номер 1. Соответственно, Мафия игрок номер 2. Ну что, поехали. За Мэмори играет собака Диззи, Бабс Бани, крольчиха, а также его любимый Монтана Макс. За Мафиози, соответственно, играет Кот, Петух и Бастер Бани. Счет пока что 2-2 по одному результативному попаданию. Так, Мафия выходит вперед. Так, Мэмори разыгрывает со своей половины площадки и пытается забить трехочковый бросок. Удается Монтане Максу. Это 5-4 в пользу Мэмори. Ну, на самом деле, турнир уже подходит к концу. Турнир по турниру подходит к концу. И, соответственно, это последнее противостояние, последние две игры, которые мы с вами будем смотреть. В общем-то, пока что лидером является Палк Палыч. При шести сыгранных матчах 4 победы, 2 поражения. Разница мячей плюс 73. По две победы имеет баскетбольный клуб Мафия, Мэмори и Блэйд. Но Блэйда уже все 6 игр сыграны. Разница мячей минус 46. У Мафии и Мэмори одинаковые показатели по выигрышным и проигранным матчам. У Мафии минус 8 по разнице забитых пропущенных мячей. У Мэмори минус 19. Соответственно, у Мафии имеет некоторое преимущество в борьбе. Но в борьбе непонятно пока за что. То есть, почти наверняка, что два сегодняшних очень крутых баскетбольных игрока будут соревноваться, скорее всего, за второе место. Потому что Павла Павловича будет обогнать очень сложно. По крайней мере, потому что Павла Павловича достаточно большую разницу в себе сработал в последних, в общем-то, единственных шести матчах. Поэтому, в принципе, если не произойдет какого-то сквоша, то есть, не произойдет двух крупных побед одного из игроков, супер крупных побед, то, в принципе, тогда два вот этих вот супер игрока, которые сейчас играют в дрим-матч, тогда они займут, соответственно, второе и третье места, скорее всего. Ну, мы посмотрим, не будем гадать. Пока счет 16-13 в пользу баскетбольного клуба «Мафия». Мэмри опять выходит на трехочковый бросок. И, 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 в этот раз мимо. Так, Котяра, Котяра дает Петуху. Петух не смог пройти с кольцом. Так, пас на Мэмри, Мэмри забивает за Дизи. Так, «Мафия» пытается справа фланга атаковать. Так, Кот теряет мяч. И какой-то очень наивный бросок. Бабс Банни, но все-таки подстраховывает Монтана Макс. А Дизи подбирает, и счет становится плюс 3. 19-16 в пользу Мэмри. Опять неудачная обводка со стороны баскетбольного клуба «Мафия», но тот же перехватывает мяч. Точнее, отбирает и забивает гол. Итак, счет 19-16 пока в пользу Мэмри. Мэмри выходит 1-1 с кольцом и забивает очередные 2 очка. Счет 21-18. Вот. На самом деле, сейчас «Мафия» попытался сделать то, что он делает не так часто, то есть сыграть забросом под чужое кольцо. И, в общем-то, эта попытка увенчалась успехом. Обычно все-таки баскетбольный клуб «Мафия» практикует проходы от своего кольца к тяжему путем обводки, который достаточно хорошо у него получается. Мэмри старается все-таки играть больше в пас по сравнению с «Мафией». Ну, у каждого своя особенность. 24-23 пока счет в пользу Мэмри. Отчаянная попытка бросить с чуть ли не середины площадки не увенчалась успехом. После первой половины счет 24-23 в пользу Мэмри. Мэмри, напомню, в этой игре является хостом, то есть первым плеером, первым игроком. Так, ой, какая неудачная попытка пройти. Мэмри тут немножко ошибся. Мэмри дает на Монтану Макса. Монтану Макс достаточно уверенно идет и пытается... Ну, нет, все-таки не захотел бросить трехочковый. И в этот раз бросил трехочковый. Ну, все же, все же, все же, все же добился своего, забил гол. Тут самый достаточно нужный гол. А «Мафия» здорово-здорово проходит к концу. Мэмри. Мэмри разыгрывает, разыгрывает, дает центр. Приходит на правый фланг. Отчаянная попытка бросить. Ну, это очень наивно. А вдруг вот это да. Ну, правда, только два очка. Ну, все-таки два очка. Бастер Баня отдает на кота. Дизи перехватывает мяч. Пытается перехватить. Опять же, как же не повезло сейчас «Мафии». А «Мэмри» подбирает мяч у своего кольца. Опять отчаянная попытка бросит из своей половины поля. Что же они все это делают? Зачем? Наверное, такая тактика. «Мафия» забивает. Получает два очка. Плюс один у «Мафии». Попытка бросить трехочковый. Не получилось. Ну, не все трехочковые получаются бросить. Обычно трехочковый забивается в основном со спешлой. И иногда еще... Какой классный перехват. Ну, все-таки из меня все летают в кольцо. 30-29 в пользу «Мэмри». Вот. Да. Все-таки не получилось сейчас со спешлой. И не получилось со спешлой «Мэмри». Вообще, я, если честно, не успеваю комментировать то, что происходит на площадке. Это надо, в общем-то, обладать языком типа Тины Кенделлаки. Я достаточно медленно, свободно комментирую этот матч. Вот. Все-таки удался трехочковый бросок со спешлой «Мафии». «Мэмри» попытается что-то сделать, но... Да! Представляете себе! Отчаянно просто. Очень-очень отчаянный бросок со спешла достигает цели. 35-32 в пользу «Мэмри». «Мафия» идет в атаку. Длиннющий пас! Гол! У «Мэмри», наверное, какое-то уже проклятие этих длиннющих пасов. Так. Еще один гол. 36-35 в пользу «Мафии». Так. Отлично подбирает «Мафия» под кольцом. И забивает гол. 35-38. Вот это да. И еще один перехват. Но «Мэмри» надо быть осторожным. Все-таки «Хост». Ему как бы нежелательно проигрывать-то. На своей площадке это... Все-таки не очень хорошо. Свой «Хост» желательно бы выиграл. Хотя, в принципе, такого... Такого уровня... Такого уровня, как «Мафия», в принципе, на своей площадке зачастую не стыдно проиграть. Потому что это уже просто топ. Что «Мэмри», что... Что «Мафия» — это топ этой игры. Это высший уровень. Так. Проход. 38-42. «Мэмри» надо что-то срочно предпринимать. Если он не предпринимает это, значит, игра будет проиграна. Потеря. Опять потеря. «Мафия» здорово-здорово-здорово забивает. Минус 6 у «Мэмри». Ну что, «Мэмри» вытащит игру или не вытащит? Ой, здесь чуть не случилась потеря, и здесь чуть не случилась потеря. Здесь случилось 3-х очков, у «Мэмри» есть шанс. Так, «Мафия» забивает трёшку. 41. А вот это грубейшая ошибка «Мэмри». За что он, в общем-то, и поплатился. 41-49. Ну, тяжело будет 8 очков отыграть. Почти нереально. Тем более, когда промахиваешься. Так. Ну, конечно, «Мэмри» будет бороться до последнего. Он настоящий боец. 43-49. Ну, 6 очков за 9 секунд – это, мои друзья, вообще нереально отыграть. Окончательный счёт первого матча. 43-49. Пользу «Мэмри». Ой, извините, пользу «Мафии», конечно. В пользу «Мафии». «Мэмри» проиграл. 43-49. Пользу «Мафии». Сейчас они должны поменяться хостами, сторонами. И теперь уже «Мафия» будет играть первым падом. А «Мэмри» будет играть, соответственно, вторым падом. Так. Каких персов у нас выбирает кто? Смотрю «Монтану Макс». Петушок и Плакидак у «Мафии». «Мэмри» выбирает «Дизи», «Диявол Дизи», соответственно, «Ваня» и не успел посмотреть кого. Так. Локация «Лес». Локацию выбирает, ну, тот, кто хост, тот, кто первым падом. Ну, интересный вариант у «Мэмри». Он третьим поставил «Фи-Фи», «Скунца Фи-Фи» или «Скунсиху». Ну, на мой взгляд, это не самый сильный игрок в баскетболу. Да, в принципе, как и Плакидак, я думаю, что он где-то седьмой в рейтинге игроков. В рейтинге персонажа в игре по баскетболу. Всё-таки на мой, может быть, субъективный, ну, относительно объективный, но где-то субъективный взгляд. Топ-6 персов в этой игре – это зайцы, два зайца. Это Монтана, это Койот Дизи, это Петушок и Кот. Почему-то, почему-то Пабс Бани, Зайчиха и Петушок, они в этой игре не участвуют, их просто-напросто не выбрали. Ну, я бы так не поступил бы на их месте. Счёт пока 4-4, пока не в пользу никого. Достаточно пожарный сейчас был у кольца мафии. И всё-таки мафия выбрался, и мафия выбрался, и, соответственно, пока ведёт 6-4 после удачного броска. Так, утка не забивает, но и Дизи ошибается в защите. Ой-ой-ой, конечно, Дизи, руки длиннющие, руки длиннющие у Дизи. Бастер Бани тоже ошибается, утка даёт пас на Монтану. Монтана забивает 8-4 в пользу мафии. Они, кстати, поменялись, падами, дайте я посмотрю на всякий случай. Вроде поменялись. Да, у нас теперь мафия это номер 1, мэмери это номер 2. Счёт 11-9 в пользу пока что мафии. Так, мафия пытается забить со спешла, отлично получается, получается забить со спешла за Монтану Макса. И отличнейший перехват, отличнейший перехват. Да. Ну, если, в принципе, мафия поднапряжётся, то может и вторую игру вытянут, но мы посмотрим. Мэмери это боец, который не сдаётся просто так. Так. Фи-фи перехватывает. Ну, конечно, странно, почему Мэмери выбрал. Фи-фи, очень непонятный выбор, на мой взгляд. Да. И очень непонятный пас. Непонятно, что сейчас делать Мэмери, периодически нажимая на спешл зайца. Так, что происходит? Петух пытается забить, не получается. 20-13, Монтана всё-таки подстраховывает и под кольцом подбирает мяч и забивает. Отличнейший проход Дизи. Три очка со спешла. Утка, то есть кряка, как её называют некоторые, удачно играет в атаке. Счёт 22-16. Мяч у Фи-фи. Спешл, ну, спешл у Фи-фи, если честно, он не особо крутой. Отличный пас вперёд на Монтану Макса. 24-16 в пользу Мафии. Так, интересно. Дальше. Мафия, Мафия, Мафия не смог забить. Мэмери атакует. Ну, а тут же мяч его перехватывает. Мафия забивает трёхочковый бросок с обычного броска. Без спешл. 27-16. Да. Однако. Мафия идёт, 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 идёт. И забивает два очка. 29-16 это уже достаточно очень весомое преимущество. А суть... Ну, сейчас, конечно, мог чуть ли не крест поставить на надеждах Мэмери. Мафия. Но он не забил верный трёхочковый. 29-16 после половины игры в пользу Мафии. Таким образом, Мэмери-то вообще может даже и на четвёртое место спуститься. Вполне. Так, посмотрим. Что у нас тут происходит? Так. Монтану Макс забивает два очка. Счёт 31-18. Ну, Мэмери надо собраться. Это не дело. Что это такое? Не настроился, что ли? Мы все знаем, как Мэмери умеет играть. Он победитель турнира Джодайфа. Он финалист турнира, насколько я знаю, РВД. Игрок-то вообще супертоповый. В принципе, как и Мафия. Но когда два игрока одинакового уровня, ну, надо собраться. Играть. 35-20. 15 очков. Меньше, чем за 5 минут суммарно за оставшиеся периоды будет отыграть. Ну, просто нереально сложно. 15 очков. Ну, да. Я думаю, что... Ну, конечно, в зависимости от того, как игра пойдёт и у Мафии, и у самого Мэмери. Но, в принципе, почти наверняка, что тяжко будет сейчас в Мэмери. Надо попробовать сначала разницу ему сократить до минимума. Тогда может и Мафия поплыть. Ну, я не знаю. Посмотрим, как покажет игра. Потому что нервная составляющая здесь тоже играет определённую роль. Когда всё-таки у игрока что-то не получается постоянно, то, соответственно, он начинает нервничать. Когда начинает нервничать, то начинает ошибаться. А пока что, в принципе, Мафия не особо-то ошибается. Играет достаточно хорошо. Наверное, в своё удовольствие. Плюс 13 ведёт. На 2 очка всё-таки подсократилось. Оставание по сравнению с недавним отрезком. Ну, вот она опять восстановилась. Плюс 15. 44.29. Пользу Мэмери. Так, Дизик отдаёт на Бабса. Бастер Банни. Бастер Банни мяч теряет. И Мэмери получает ещё 2 очка в свою корзину. Мэмери пытается бросить. Даже не успевает бросить. Минус 17 за 3 минуты. Ну, положа руку на сердце, будет тяжко отыграть. Вообще, в принципе, невозможно. С учётом того, что в среднем по 10 очков он набирает в этой игре за четверть, то 17 очков отыграть будет за одну четверть. Ну, не знаю. Мафия должен встать. Просто встать и ничего не делать. Ну, не будем заранее хранить интригу этого матча. Посмотрим всё-таки достаточно отличный баскетбол. Вообще, просто недостаточный. Отличный баскетбол. Давно мечтал посмотреть их противостояние. Жалко, что всё-таки получается. Пока что не очень захватывающе. Но это игра. Здесь может произойти всё, что угодно. 46-35. Мэмери чуть-чуть приближается к Мафии. Мафия делает пас вперёд. Монтана Макс пас назад. Монтана Макс опять получает мяч. И красивейшая комбинация завершается взятием кольца. Да, 48-35 плюс 13 у Мафии. Мэмери, ну, суперский проход. Просто суперский. 48-37 плюс 11. Так, Мафия что-то придумывает в атаке. Полторы минуты до конца. Полторы минуты до конца. Отлично разыграл мяч Мэмери. И всё-таки что? И всё-таки 50-40. Трёхочковый бросок. Но всё-таки надо было начинать играть чуть пораньше. Вот сейчас перехват Мэмери, да? Раньше всего сократилось до минус 7. Но тяжело за 57 секунд отыграть минус 7. Я просто знаю по себе и, в принципе, по многим... Ну, в принципе, Мафии это удавалось. Вполне минус 8 он у меня отыгрывал даже, когда мы с ним играли за одну минуту. Но это раз на раз не приходится. Разница уже 9. Ну, вообще тяжко, конечно. Отличный проход опять. Два очка. Минус 7. Ну, минус 7 это... А вот уже и минус 5. Минус 5, ну, а вдруг? А вдруг и сейчас, конечно, больше не будет забивать. Но всё-таки отличный, отличный дальний бросок со спешла от Мафии. Ставят, наверное, точку в этом матче. 55-49 плюс 6. И дальний бросок, который не завершается успехом. Но всё-таки он заканчивает это противостояние. 55-49 в пользу Мафии. Опять же, опять же, плюс 6. И Мафия заслуженно занимает, ну, получается, второе место в этом турнире. Ладно, всем спасибо. С вами был Палка Павлович. Я надеюсь, вам понравился отличный баскетбол. Любите Тинитун, любите Дэнди, любите Сегу. Вообще любите всё хорошее. Всем пока. Удачи.